Валерия Басилова, поэтесса, удрали от наших мужей Ленинграда, потому что у нее был смагист Губанов, тоже с лёгким характером. У меня свой личный демиолог, вы сами видели, да? Вот, решили мы устроить побег. Причем, значит, с нами была еще третья дама, и вот были времена, мы за рубль доехали в Питер, втроем. На троих один муж платили. У проводника в этой самой... В его купе, да. Ну вот, и когда мы вышли, мы все, значит, это сразу от нас свалило, она ехала в Талия-Легер, дочке Макариты Осиповны, у нее там родилась дочка Настяка. А мы, значит, оказались без вилля и без витрины, нас подло бросило. Я стала, пошли мы, значит, еще Алена забыла записную книжку, и мы пошли в этот переговорный пункт, и она стала звонить домой, мамаша кричит, отстань от меня, я иду на репетицию. Пошла ты туда, открой мою записную книжку и дай мне номера. Иди-то туда, а народ слушает в этом переговорном пункте. Я помню, он такой, знаете, целиный круглого Зальца. Я говорю, ладно, Алена, у меня с собой записная книжка, давай моим всем звонить. Кому не позвонишь, у всех ремонт или все в Москве. У кого-то отключили воду, а у нас за это отключили, я ехала, у меня просто, она была мечта-думка, доехать до Ленинграда и где-нибудь помыться, потому что у нас уже 4 дня не было горячей воды. Ну вот, значит, куда не позвонишь, это сам Андрея Битова, уже не именно Питкевич, у нее, значит, ремонт, у кого-то нет воды тоже. Наконец, дозвонились в Бронсково, и так не очень он охотно, но нас все-таки с Аленой пускает. Приходим мы, значит, это громадная квартира, и вот это его комната в доме Мурузе, и все, и мы так сидим скромненько у стены, а он дает интервью какому-то внезапно-германскому журналисту, там я слышу, я и Рильский, я и Гёль, Гёль, Гёрлин, Траневалин. Мы сидим, я говорю, Осип, можно у тебя помыться? Он говорит, ты знаешь, у нас отключили горячую воду. Нет? Потом, значит, он с этим самым, с этим, с корреспондентом-то они куда-то смотались, а он нам решил где-то пересидеть. Я не знаю, чего мы ждали до вечера. А, был какой-то премьер, черт его знает. Вот мы сидим, сигарет нет, денег нет. Я говорю, что делать вообще? Обратно не в... Да, тут всовывает в голову, там у него такая была занавесочка, такая, ну, комната, а еще там, где его папаша. Прелестно его папаша всовывает в голову, говорит, и, знаешь, говорит, ох, говорит, этот, мне Иосиф, говорит, фигри-мигри иностранцы, ветер в голове. Ну вот, посочувствую. А мы, значит, устроили шмут, нашли целый блок Филиппа Мориса и закурили просто в счастье, в полном совершенно. Ну вот, покурили, покурили, там, ну, и ушли. И дальше у нас какой-то был безумный совершенно круиз по этому Питеру, который я не буду описывать, вот, потому что это было что-то совершенно сумасшедшее, очень с тем, что мы где-то к ее какой-то двоюродной бабке попали на Васильевский остров, пришли к ней, там, кровать с шишечками, и там какая-то пиковая дам лежит в постели, в чем приперлись. Вот. Алена подумала, сказала, дайте пять рублей, и не можем добраться до Москвы. Вот. Она сказала, пять не дам, дам три. Ну, а мы подумали, что, ладно, может, нам опять подфартим. Взяли три, ушли, поехали на московский вокзал. Да, а до этого, что-то, какой-то был ужас. Мы ходили по Невскому, мы попадали в какие-то дикие истории. Мы пошли в кафе выпить кофе, между нами стали какой-то грязной тряпкой шваркать об стол, и мы подняли скандал, и я стала кричать. Вы знаете, с кем мы разговариваем? Вы разговариваете, значит. И я даже не знала, что прибавить, мне ничего особенного нельзя было сказать. Я полезла зачем-то в сумку, которую я с собой таскала, и вытащила оттуда, я извиняюсь, лифчик, как начальник греча. Ну вот. Потом какая-то была свара в каком-то кинотеатре. В общем, это был просто кошмар. Впрочем, мы возвращаемся, мы на московский вокзал уже за полночь. Никто нас за три рубля обратно не берет. Стоим мы пригорюнившись на московском вокзале, и подходит к нам двое молодых людей. Говорит, что вы, девушки, так пригорюнились? Мы говорим, так вот мы ехать не можем. Он говорит, поехали с нами. Незнакомые? Нет, незнакомые, но такого вполне такого. Вот, короче говоря, ведут они нас к совершенно загадочному поезду. В поезде ни одного огня. Вот, какие-то люди, вот так подняв воротники, туда засаживаются. Он говорит, сейчас подождите, сейчас я вам скажу, чтобы заходили. В этот момент чья-то истерика у этого мужика начинается, который хочет, куда я еду, что за поезд, почему здесь нет огня, что за люди. Его как-то, по-моему, взяли и тихо придушили, потому что он вдруг запнулся. Вот, возвращается этот самый человек, один из двух, говорит, идемте. Входим мы, значит, ни огня, ничего, говорит, лезьте на третьей полке. Там, пускай третьей, зато там, говорит, пуховые перины. Залезаем туда, действительно, пуховые перины. Я уже в отпаде в полном и ужасно хочу спать. Аленя какая-то она более неугомонная. Друг она дергает заново уже снизу, говорит, слезаем. Я говорю, что? Слезаем, идем. Идем мы в этот проводникам, потому что и видим там конфеты каракома, коньяк, тролевали, все. Что же выясняется? Что это ЦК ВЛКСМ, они лишь начат комсомольский поезд. Вот, это комсомольский поезд, в общем, они набрали безбеледников. Вот, деньги положили в карманы, вот они уже возвращались в Москву. И весь вечер, всю ночь мы привесело, значит, погуляли.